Сегодня мысли вслух о практике. Иногда меня спрашивают, как нужно выстроить практику, потому что кому-то не хватает дисциплины, а кому-то не хватает какой-то вот спонтанности и отпускания контроля. Поэтому я обозначу пять методов или подходов к практике. Первый метод это метод Ян, то есть такой более мужской метод. В этом методе вы максимально точно следуете инструкциям. Вы должны их детально выучить, понять, применить. И когда вы делаете движение, вы максимально вписываетесь в правильную форму. Например, если я делаю такое прямое движение, то стараюсь максимально прямо двигаться. Второй метод это Инь или женский подход, где важнее не столько интеллектуальная сторона или понимание, сколько чувствование и ощущение. То есть, например, если даже я делаю прямую линию, то моя рука может внешне двигаться не по прямой линии, а я двигаюсь вместе с чувством. Точно так же, например, когда я даю какие-то курсы, я могу дать счет. Раз, два, три, четыре, потому что нужно быть во времени. И многие люди сталкиваются с трудностями следования такому методу, потому что у них возникает какой-то внутренний сбой относительно ритмов. Конечно же, в идеале человек должен учиться двигаться с разными ритмами. Он должен уметь и вести ритм, и подчиняться ритму. Потому что у нас бывают разные роли ситуации, и вот такая пластичность, она является более, скажем так, полезной и универсальной в целом. Но, когда человек что-то изучает, то, например, если он следовал жесткому ритму, дальше он может двигаться в своем ритме. Это вот метод Инь, например. И когда делается какое-то движение, например, в Яньском методе, говорится, вот нужно открыть запястье, максимально раздвинуть ладони, к примеру. И в этом случае нужно так и делать. Но когда мы делаем Иньский метод, то мы раскрываем не до конца, мы двигаемся вместе с ощущением, мы больше, скорее, чувствуем движение, чем пытаемся его контролировать. Далее есть метод, когда мы входим в такую, скажем так, гармонию Инь-Ян, пусть даже относительную, но мы стремимся уже к так называемой тай-дзи, то есть великому пределу, предел гармонии Инь-Ян. Это означает, что вы стараетесь одновременно следовать инструкциями, но в то же время вы уважаете собственные особенности, свое состояние энергии, состояние тела, состояние ума. И поэтому вы соединяете Инь-Ян, то есть с одной стороны вы стараетесь как более точно соответствовать внешней форме, с другой стороны вы стараетесь не потерять чувство, не потерять ощущение вот этого действия. Затем есть подход вудзи, ву означает пустота, то есть в этом смысле имеется в виду некое такое отпускание контроля, то есть вы делаете все то же самое, но вы перестаете это контролировать, вы скорее наблюдаете, как это происходит, вы отмечаете в каком состоянии Инь или Ян, у вас нет каких-то особых критических суждений, но конечно же вудзи требует внимания, конечно же, прежде всего. Но в целом можно сказать, что это стадия, когда вы уже отпускаете контроль. И наконец есть уровень Дао, то есть это некая такая спонтанность, у вас даже нет идеи отпускания контроля или наоборот наиболее полного контроля внимания, гармонии Инь-Ян, Кафтай-Дзи, например, или отдельно, скажем, формы или содержания. И здесь чаще всего речь идет о том, что вы уже настолько все освоите, что вы уже практикуете, не практикуя, то есть что бы вы ни делали в жизни, вы автоматически начинаете, например, делать это в столбе, делать плавно, чувствовать. Или же сейчас вы можете больше войти в форму, в другой раз вы будете в другое что-то. То есть вы интегрируете практику в свою жизнь, но когда вы делаете саму практику таким образом, то вы делаете это совершенно спонтанно и свободно. И это уже настоящая, скажем, реализация данной формы. Она может выглядеть не так совершенно, как Янская форма, где все четко, скажем, все кунтуры прорисованы. Она может быть не такой глубоко чувственной, как Янская форма, она может быть не такой совершенно, как Тай-Дзи, потому что нельзя все время держать себя в каком-то вот, даже в этом состоянии. Но в то же время она не требует полного отпускания контроля, например, как Вудзи. То есть здесь идет интеграция всех этих аспектов и полное проявление в соответствии со всеми факторами, внутренними, внешними, какими-то невидимыми. И это тоже вариант практики. Итого у нас пять вариантов практики. И вы тогда более свободно можете выстраивать контуры и форматы своей практики, понимая, что есть куда двигаться. И в то же время, в конечном итоге, мы приходим просто к потоку Дао, пропускаемого через собственное измерение. Эти мысли вслух я адресую прежде всего членам Клуба Киайда, потому что в Клубе Киайда есть тема совместной практики. Люди занимаются, развиваются, практикуют, интересуются, как выстроить определенную прогрессию. Если вам интересует подобное общение, ссылки Клуба Киайда, а также на другие полезные ресурсы Академики Айда в описании к видео. Присоединяйтесь.